приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про немножко официальные новости и немножко неофициальные но вначале хочу вам напомнить о том что у меня был розыгрыш двух прям танков gsor 10 10 fb победители недавно получили свои танки на аккаунты еще раз хотел поздравить их с выигрышем это уже третий розыгрыш за последние полгода где я разыгрую на своем канале по два прям танчика обычно такие розыгрыши проходят на стримах стримы такие обычно называются розыгрыш прям танка поэтому не забывайте подписываться на канал также на группу вконтакте или телеграм чтобы не пропускать события на канале но и также параллельно обычно стрим идет еще навыка play life на котором можно за просмотр стрима получать золото ну и переходим к новостям первая новость о которой хочу рассказать это большой ребаланс карт если это можно назвать ребалансом в патче 125 в зависимости от уровня боя а уровень боя зависит от того какой самый высокий уровень в бою у танков допустим если шестерки играют с восьмерками то это восьмой уровень боя и там есть два момента которые очень сильно поменяются в патче 125 даже я бы сказал 3 первый момент это то что на низких уровнях карт станет меньше новичкам будет проще освоиться ну и понятное дело что меньше карт быстрее надоест второе это то что прохоровка и малиновка будет теперь попадаться вам только от восьмого уровня боя и выше то есть если вы на лтшке хотите попасть на прохоровку или малиновку то вам либо нужно попасть в восьмой уровень боя а это значит что на шестерке или семерке нужно попасть хотя бы к восьмеркам вниз списка и там вы будете внизу списка на прохоровки и малиновки или вам нужно если вы хотите попасть на прохоровку малиновку не внизу списка вам нужно хотя бы на восьмерке играть таким образом низкоуровневые лтшки сильно пострадают поскольку либо у них вообще не будет прохоровок и малиновок где они что-то там могут светить либо на шестом седьмом уровне будут внизу списка где высокоуровневые лтшки у которых уже можно ставить коп будут очень жестко их пересвечивать поэтому лтшки на низких лвлах больше превратятся во что-то стреляющее чем светящие поскольку две самые жирненькие карты по на свету попросту от них заберут я не особо играю на низких уровнях нужно спрашивать у тех кто там очень много играет хорошо это или плохо понравится это им или нет я чё-то не заметил никакого опроса от разработчиков чтобы они перед таким серьезным изменением хотя бы спросили у своих игроков что им вообще интересно что не интересно мне кажется они там у себя на уме что-то делают по своему плану и нормально ну и третье изменение это то что на высоких лвлах где уровень боя 8 9 10 там уберут две карты тундра очень маленькая карта и не менее маленькая энск этих двух карт на высоких лвлах больше не будет но в целом я принципе не против я бы очень много карт с высоких лвла по выбирал такие микроскопические карты на высоких уровнях играются очень ужасно в одном из прошлых видосов я рассказывал все новинки в патче 125 поэтому не буду надолго останавливаться лучше расскажу вам неофициальные новости что нас ждет в патче 125 про то что там возможно будет рефералка 3.0 я уже вам рассказывал также в патче 125 может быть такое интересное событие как караван каравана уже пару штук у нас было когда-то это такое событие где очень много товаров мы их прокручиваем нам какой-то товар показывается и мы можем его купить чаще всего там что-то со скидкой прям аккаунт на год с какой-то большой скидкой или какие-то там прям танки за серебро бывает даже в общем и целом там товары за боны за серебро за золото за все что угодно и часто бывает там со скидкой что-то но каждый прокрут стоил сколько там серебра допустим может быть в патче 125 нас ждет очередной караван прошлой караваны часто очень глючили и плохо показывали следующие товары за картинка зависала и так далее плохо покупалась надеюсь что улез ты все будет нормально это неофициальная новость будет ли караван или нет официальной информации нет это из неподтвержденных источников которые прошлый раз нам предсказывали о том что в аукционе у нас будет такой-то такой-то список танков этот весь список сошелся вот примерно оттуда же информация о том что нас ждет караван в патче 125 оттуда же информация о том что в в 125 он возможно будет реферал к 30 поэтому неизвестно за какие ресурсы мы будем прокручивать лоты на аукционе какие там будут скидки и танки но прошлые разы там бывало по 40 танков 10 уровня премиум танков акционных разных но и между этими танками было ровное количество различного товара это объясняю для тех кто может быть ни разу не видел эти караваны в общем и целом это огромная куча разных лотов за всевозможные ресурсы которые есть в игре но единственно что прокручивать бесплатно не получится что посмотреть следующий товар поэтому если вы потратили на аукционе все серебро подфармить и наверное еще хотя может быть не за серебро будем прокручивать непонятно если она вообще будет но если и в этот раз информация подтвердится то в принципе доверие к этим неофициальным источником информацию повышается но разработчики во первых могут сами это перенести либо отложить на потом либо вообще отменить поэтому просто знаем что возможно такой будет ну и следующая информация тоже неофициальная какие следующие танки и возможно ветки с этими танками ждут ребаланса все-таки разработчики дошли своими ручонками до минотавра давно они чет хотели вам понерфить все-таки видимо будет нерв минотавра честно говоря танчик сложненький да на нем можно делать результат но я бы не сказал бы что это прям легко и с кайфом до в некоторых моментах он становится и просто расстреливает барабан за барабаном но нужно понимать что еще до этого места нужно доползти на минотавре и нужно чтобы еще благоприятные условия сложились а это происходит далеко не всегда если еще и понерфить этот танк то честно говоря наверное мало кто на нем будет играть среди пт-10 минотавр выше среднего но если в общем смотреть по десяткам то он посерединке я бы не сказал что минотавр заслуживает какого-то жесткого нерфа может быть если там какую-то циферку чуть-чуть тронут ладно но в целом мне кажется даже можно и вообще воде нерфить может быть ребаланс что-то забрать что-то дать но прям нерфа я честно говоря думаю не танк не заслуживает есть огромное количество имбовых танков которые намного больше заслуживают нерфа также еще панцеркомфаген 7 худший тяж 10 уровня и в принципе почти самый худший танк по статистике на десятом уровне да и вся ветка там странненькая в принципе это танчик заслуживает а по и очень сильного да и всю ветку тоже можно циферками как-то приукрасить ну и еще также китайские лтшки на готове видимо когда-то там потом не в ближайшем будущем тоже их будут трогать одни из самых слабых лт прям вся ветка не очень на данный момент это все новости которые я вам могу рассказать с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока